привет ребята привет хлопцы и девчата привет вам и солнечного лондона вот пока я не стала записывать у себя в саду вот эти вот видосы я никогда не задумывалась насколько шумным является это место все-таки это не центр конечно лондона но тем не менее довольно таки близко к центру я пыталась пыталась понять что именно со мной лично произошло в центре лондона в 2011 году и откровенно говоря 10 лет тяжелейшего девчата труда некоторые скажут пошли на смарку но как говорится на лондонской бирже если ты хотя бы пять лет продержался в бизнесе то на тебя обратят внимание вот я надеюсь что на меня обратят внимание и я добьюсь того ради чего я начинала свою прямо скажем битву вот вы задумывались вот вы задумывались вот кстати на каком языке говорил а там вот первый 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 человек вот их столько много этих человек а все они все вот на каждое а на каком языке говорил а там и кто ему как реца дал этот язык в голову всуну или он сам его изобрел потому что если он сам изобрел язык то судя по всему у него есть авторские права если мы найдем язык который адам говорил то мы и будем иметь авторские права на этот язык и когда люди вот так это сейчас мы рассуждены и да люди отказываются от своих авторских прав и от своего языка данного им при рождении они теряют что-то или они не теряют а когда они вот отрицают и как нет нет они говорят карта это территория вопрос про карту территории я еще разовью ребята сейчас это не об этом потому что сейчас абсолютно не об этом сейчас совсем о другом сейчас о том что вот когда тебе что-то принадлежит а ты от этого отказываешься в силу каких-то причин то ты значит ты значит то что значит что ты значит становишься рабом чем-то нет вот это я еще не знаю еще этот не развилает мысль я сейчас вернусь к языку адамом в том смысле что я уже это говорила и много раз подчеркивала и говорила что все кто отказывается от русского языка так или иначе данного им в силу рождения они что-то теряют ну что пока еще я тоже не знаю отказаться не собираюсь в пользу чего-то непонятного и все таки если ты чего-то не понимаешь это не твоя вина вина твоя вина если ты отказываешься ты отказываешься расследовать это и пытаться найти ответ почему ты это не понимаешь в чем заключается момент манипуляции и кто манипулирует это вот я задумалась над этим очень конкретно десять лет назад очень конкретно буквально в это время в июне меня уволили выгнали умирать вот эти товарищи congratulations как говорится very welcome и вы понимаете что начинаешь вот по чуть-чуть по чуть-чуть когда тянешь за ниточку то ты начинаешь приходить к чему-то такому что твое как это понимание расширяется причем оно внезапно расширяется я уже говорила что тема которую мы затронули я имею ввиду медицина и прочие разные нефтедоллары связаны так что даже трудно себе представить как поэтому если если кто-то собирается отказаться от нефтедоллара он должен подумать что к чему ему привязать тогда вот эту вот самую медицину которая привязана к доллару к нефтедоллару к нефтедоллару к нефтедоллару некоторые люди странно что они не понимают как себя ведут вот эти вот современные политики актеры и прочие разные финансисты конкретно в России вот они смотрят на спецоперацию глазами перепуганного кролика вот я честно скажу что я не комментирую спецоперацию я просто за ней наблюдаю сказать что я не была в шоке 24 февраля я была но я не собираюсь не собираюсь никак комментировать это мероприятие а уж тем более становиться на чью-то сторону потому что то что мы видим это одно а то что на самом деле происходит это совсем другое меня интересует другое более глубинные скажем так процессы потому что мне так по несчастью я стала не просто свидетелем а просто жертвой рождение нового мира интересно вот что вот что значит 22 и 23 мая я не стала гуглить если откровенно говоря но насколько это было одновременно с Давосом не знаю банк JP Morgan проводил также конференцию своих инвесторов и он пригласил на эту конференцию на эти так сказать между собой чеки 200 самых крупных инвесторов в мире угадайте туда пригласил ли он кого-то допустим из России сразу скажу нет ну я не проверяла надо у них банка спросить а зря это было 23 мая товарищ Сорос наверняка там было он сказал что нет войну надо до победного конца добивать на Украине а товарищ вот этот другой товарищ который уже много-много лет еле рот открывает он сказал что надо договариваться пора и вот сегодня президент Макрон он который является главой движения вперед Франция или как то там так то есть Франция будет во главе Евросоюза а не Германия если кто не понял он приедет в Киев и будет уговаривать и уже сегодня в газетах уже написали какой он украинцы сказали на его вот это вот предложение давайте будем договариваться ну посмотрим как они там договорятся или нет потому что конечно же это зависит от вот этих вот инвесторов которые собирались вот это вот в городе Новом Йорке как я сказала 23 мая заинтересовало меня это вовсе не поэтому кстати а совсем по другому буквально там как я понимаю передрались между собой все эти инвесторы потому что самое главное поле для инвестиций является биотех естественно вот это вот климат чейндж вот это вот котлеты из саранчи вот это вот вот это вот вот это вот и естественно воксыны вот таблетка от всего проглотил и ты уже у тебя там внутри что-то там шевелится ездит как вот это вот значит на это как я я так скажу помните эх тачанка ростовчанка вот это как этот Василий Иванович Петька и Анька втроем на тачанке ростовчанке носятся по твоему организму ошалела и все что не надо и надо расстреливают из кулыметов это у меня такая шутка кто не понял и они эти инвесторы они приехали они говорят так нам вкладываться в этот вахсыны или нет потому что там прозвучало такое что вахсыны не действуют потому что оказывается некоторые у них были просрочка помните там минус 700 градусов должны были они храниться а некоторые там холодильник отключили и он там значит пропала эта вакцина ее все равно кололи потому что бабосы же потрачены вот и поэтому она не задействовала или наоборот такое наворотило в организме ну и вот и они говорят ну это была плохая а теперь будет хорошая и шо вы себе думаете на этой инвестировании на этом есть такая фирма называется она че Гринбург че Гинсбург Гринбург вот эта самая Гринбург она лазит по всем помойкам выискивает там документы которые все фирмы выбрасывают на мусор и она там выискивает какая фирма скоро значит станет токсичной то есть акции упадут вы поняли да я так объясняю по-своему по-народному потому что я сама так понимаю вот если возвращаясь к языку первому языку я даму значит я только единственный язык помню это язык алгол мы учили в школе я училась в очень хорошей школе в отличие от всех тех которые хают советское образование мне советское образование хает не приходится потому что у меня было хорошее образование у вас не знаю какое было кто хает и говорит как вот это как вот эта одна дама сказала нет нет возврат в советском образовании и возврат в советской медицине да вы что нам не надо у нас акции пропадают акции у них пропадают понимаете нет нет не понимаете хорошо значит мы язык алгол так изучали что я ничего в нем не понимаю точно так же как в акциях вот единственное к нам приходил преподаватель два урока в неделю у нас было в субботу и он значит вызывал к доске самые красивые я это называю ноги в нашем классе 25 человек у нас было и у нас такая была Ференцева и у нее были очень-очень-очень коротенькая юбочка тогда модно была короткая и у нее была коротенькая коротенькая и очень красивые ноги торчали из этой юбочки вот она очень хорошая девочка была и привет если она меня увидит когда-нибудь вот и два часа она стояла он ей давал какую-то таблицу и она там что-то писала 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 а он такой слюбовался на ее ноги ну а мы в это время лично я открою тайну в это время писала стихи то есть стихи сочиняла потому что я ничего не понимала в этом языке к сожалению для меня вот а были люди которые понимали вот в этом вот Гринбурге который изобретен был лет десять назад по-моему даже не десять уру в семнадцатом году он был изобретен одним мужиком значит он это как это отслеживает в общем это разведка такая финансовая я бы это назвала и они эти ребята они нос свой суют всюду и они вот эти вот занимаются расследованием стоит ли короткие инвестиции делать или нет в какую-то вот такую фирму однодневку наверное вот ну в общем будет опасно или не опасно вкладывать деньги в какую-то фирму вот я например хочу открыть свою компанию вот я что я вам говорила вот они думают они сейчас будут думать Джи Пи Моргане стоит или не стоит вкладывать бабосы в мою компанию ну поэтому я к ним не обращаюсь потому что знаешь что мне они не дадут вот значит надо обращаться кому-то кто даст кто против нефтедоллары и вот значит сам эта фирма она например Илону Маску сказала если если ты не вложишься в твиттер в твиттер то ты то твиттер потеряет пятьдесят процентов сразу упадут акции на пятьдесят процентов на пятьдесят процентов акции упадут в твиттере понимаете вот они пригрозили Ирону Максу нашли кому грозить а зато они одновременно пригласили вот это это об этом история об этом пригласили такого но я не могу произнести он турок и у него имя что имя что фамилия такая же я его буду называть Серега Серега Турецкий вот так я его буду называть вот этого Серегу Турецкого они пригласили это я сказала 23 до 25 они его пригласили как инвестора такого знаете выдающегося инвестора и он там был а 28 числа его арестовали по обвинению в убийстве ну то есть по обвинению в то что он нанял киллера и киллер убил убил человека по фамилии Дэвис значит там как это все это связано то некоторые скажут шо шо ты а я скажу шо этот самый Серега Турецкий очень призанимательная личность и если вы спросите меня видела ли я его в центре Лондона в РСМ где я работала я вам скажу что я не помню но где-то вроде как видела ну поймите 10 лет прошло и он был моложе на 10 лет а люди меняются ну вроде видела а может и не видела но у него не такая внешность чтобы я ее запомнила понимаете может он там и сверкал но он только начинал можно сказать тогда да вот а на самом деле он один из ведущих специалистов изобретших лекарства от этой вот заразы которая два года нас косила понимаете вот интересно интересно и он этот Серега у него своя собственная как говорится компания и эта компания разрабатывает лекарства от всех новомодных болезней и эта компания кроме того свои технологии как бы продает другим более крупным компаниям известным и вот тут мы подходим с вами к вопросу который стал в начале на каком языке говорил адам в девятнадцатом веке появился такой дяденька кровли и он сказал что ты сам себе бог прикиньте это было девятнадцатом веке и он сказал что язык на котором говорил адам это был язык еноха такой енох на этом языке как бы он это передал вот этому кровли ну посредством спиритического понимаете сеанса он ему передал что вот это вот язык и они называются енохианс енохианс вот это очень важно вот почему потому что на самом деле вот эти вот енохианс они очень 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 ну тридцати там как он называется кратном повторе а может даже трехсот влиятельные ребята на поле вот этих всех понимаете ли последних времени вияниях я имею ввиду вложениях хорошо сейчас еще раз объясню если у тебя есть бабосы и ты живешь на просторах бывшего советского союза или других соц стран и это допустим бабосы очень очень крупные такие бабосы как допустим фонд СЭФ никто не помнит наверное что был такой фонд СЭФ совет экономической взаимопомощи и там было ну советский союз конечно лидировал это вот это вот и было как бы вот это вот так скажем кошелек уже про золото партия вообще молчу там бабосы вот КПСС куда они делись а вот эти вот бабосы ну и ты там вот эти все заводы пароходы и ты думаешь куда тебе вложиться ты приходишь к Джипи Моргану правильно и там ты это дело вкладываешь фонд прямых инвестиций называется ну фонд прямых инвестиций и вы помните что на него сейчас его гонения его прикрыли и так далее и тому подобное на вакцинах этот фонд сделал сколько я помню 19 миллиардов но сейчас уже все вакцина спутник как говорится это и вот возвращаясь к этому еноху енохиенам вот этот Серега турецкий имел 17 процентов акций в этом енохиене это я уже молчу про его собственной как говорится компанию вы понимаете или нет что его пригласили один из двухсот джипи морган этих инвесторов он же он же ну как бы ну я не знаю кем он считается он только в этом енохиене заработал сколько он там заработал 16 20 ну 20 скажем миллионов так его недавно пригласили вот ну чистой прибыли и значит интересно то что он продал вот этим енохиенам свои технологии ну как бы когда он с ними слился в семнадцатом году кстати в семнадцатом году он продал им свои так сказать технологии но самое главное в этих технологиях он является этим автором авторские права он им не продал и самое заглавное вот из этих технологий секреты секреты вот допустим смотришь телевизор да тут смотришь телевизор ну хорошо он тебе сломался и ты берешь этот телевизор и говоришь что то в нем сломалось а в нем сломалось самое главное ну хорошо вот так вот современный пример вот например у меня компьютер был хороший компьютер пальцем можно было его тык-тык-тык-тыкать да и в нем материнская плата полетела вот и материнская плата в этом компьютере стоит триста фунтов а сам он тысячу и мне сказали чем менять новую материнскую плату ставить в этот компьютер лучше купить новый то есть он уже валяется все никому не нужен так и здесь с этими таблетками если он вам 40 процентов не раскроет тайны этой таблетки то вот это Анька пулеметчица там на лошади скачет внутри твоего организма без пулемета сама просто скачет далеко интересно здесь даже не то что его арестовали сразу после вот этого вот сабантуя Дж.П. Моргана по обвинению в убийстве которое он и его брат инициировали если так можно сказать в 2000 этом каком семнадцатом году кажется этого Дэвиса приехал какой-то мужик и вывез в лес и там он надел на него наручники типа он от правительства его арестовал он его там вывез и там он его расстрелял в голову это в снегу там закопал вот это было в семнадцатом году а этот Дэвис угрожал вот этому Сереге турецкому что он про него расскажет что-то ФБР расскажет он ему о том что в пятнадцатом году Серега кинул его на бабки обещая хорошую прибыль от вложений attention в какой-то нефтяной проект ну вот я лично сразу погуглила и поняла в какой нефтяной проект турецкий парень мог предлагать содействие в пятнадцатом году содействие что ты вложишь бабосы и получишь большую прибыль вот значит привет товарищу милеру и некоторые скажут шо опять не понял ну хорошо я сейчас скажу я когда погуглила этого Серегу оказывается что он оказывается учился в москве в сеченовском университете медицинском во двух тысяч четвертом году а в двух тысяч десятом году он закончил курс психотерапевта и он говорил что он одним только взглядом гнет ложки что он медиум а вот эти ребята из енохского фонда это уже я не знаю они там шо они там из себя представляют а енох это значит как я сказала значит вот эти ребята из кроули лучше сказать кроули они считают себя богами и они значит последователи этого кроули они считают что первый язык на котором говорил адам был енохский язык они его изучают и кроме того они изучают все остальное если вы поняли о чем я и этих ребят я знаю в лицо они там толкались в этом РСМ день и ночь внедряя так сказать свою продукцию в 2011 году что это была за продукция я с трудом могу представить себе но там даже еще интереснее сейчас у них исполнительным директором работает еще один дядька которого тоже хорошо знаю и который настолько мощно завязан на все вот эти вот сейчас я вот это вам рассказываю уже 29 минут не все слушают но один человек послушает и скажет эта баба опасна как это атомная бомба да и меня вот всегда удивляло что заставило этих людей просто элементарно заплатить мне и моей дочери компенсацию которую они кстати обещали это копейки вот по сравнению с вот этими вот бабосами которые они это копейки были просто мы с ними на разных языках разговаривали я так понимаю на разных вот ну в общем короче этого мужика осадят на всю жизнь за вот это вот убийство вот этого вот Дэвиса а постепенно он будет им рассказывать сидя ну ему скажут ему сейчас 40 лет ему скажут через 20 лет ты выйдешь из тюрьмы но если расскажешь нам все вот эти вот секреты твоих тублеток или чего-то там ты там наизобретал в Сеченовском институте в 2004 году обучаясь когда эти академики они без трусов ходили и они готовы были все свои секреты продать любому а не обязательно Сереге Турецкому который из себя представлял не знаю кого ну пока пока